Всем привет, дорогие друзья и враги. Вы знаете, в Казахстан к нам приезжал многоуважаемый человек, как его называют, последний император Фёдор Владимирович Емельяненко, боец смешанных единоборств. И все знают, что этот человек, скажем так, определённой формации, консервативной, он очень религиозный, и при этом в конфликты, на какие-то провокации и так далее он никогда не реагирует, не вступает, глубоко осуждает все вот эти вот хайп-шоу и так далее. То есть, он считает, что спортом должны заниматься спортсмены, а не какие-то хайпажоры. У меня лично никаких сомнений не было, что когда он приедет в Казахстан, в его адрес устроят какую-нибудь провокацию, потому что, ну, известно, что он человек сдержанный и никого мордой по полу вывалять не будет. Помните, когда к нам приезжал Дацик, никто к нему никаких провокаторов не послал, потому что все знают, что он человек может быть не сдержанный, хотя он открыто зиговал и так далее, и он может просто кого-то мордой по полу начать катать. Фёдор Емельяненко – это не той категории человек, поэтому, естественно, к нему подослали провокатора. Провокатором, кстати говоря, выступил друг Михаила Казачкова, и типичная была просто подстава. Провокатор сразу начал задавать, ну, очень нетактичные, неэтичные вопросы. Бьёт ли Фёдор Владимир Емельяненко свою жену? Представьте, вот каким надо быть наглухо отмороженным, чтобы задать такой вопрос в интервью. Вы когда-нибудь поднимали руку жену? Жену? Нет. Потом данный провокатор начал лезть в карман, причём ему ответил Фёдор Владимир Емельяненко очень тактично, ну, как бы IQ этого товарища, этой обезьяны под полтинник, и он, естественно, просто не понял этого тактичного ответа. По финансовому. По финансовому. У меня последние бои по моему возвращению были все по контракту удачные. Естественно, он переспросил просто в тупую прямо, сколько получает. Если не секрет, сколько вам платили? Секрет. Секрет. Спасибо. Я в контракте прописываю, что я не разглашаю. И апогеем, апогеем тупости в перемешку с испанским стыдом стали вопросы про, естественно, как вы думаете, что? Украину? Просто честно ответьте, пожалуйста, с братским народом вы сейчас в данный момент воюете, а вы там что скажете с Украиной? Тут по умолчанию Фёдора Владимировича мне стало понятно, что он просто понял, куда попал, и что это просто типичного провокатора к нему подослали, который мог бы и, скажем, догадаться, что Фёдор Владимирович Емельяненко является сам украинцем. Или открыть на худой конец он мог в Википедии прочитать, что он родом из Украины. И, конечно же, ни с какими украинцами никто воевать не собирается. Фёдор Владимирович, как этнический украинец, прекрасно это знает. Но он нашёл в себе силы, чтобы не встать и не уйти или не воткнуть в репу. Не подастся, скажем так, на провокацию. Он достойно ответил. Вот таких вопросов, честно говоря, было стыдно мне, как будто в говне меня искупали. Если Россия воюет с Украиной, как наши приматы думают и распространяют, то почему тогда украинцы могут приехать в Россию с украинскими паспортами и при этом чувствовать себя абсолютно спокойно и защищённо? Больше миллиона украинцев, которые свалили от этой войны, они приехали в Россию. Я вам скажу, поток увеличивается, потому что за пределами Украины, в Европе и так далее им приостановили какие-то вообще с ними отношения. То есть, дипломатически не продляют паспорта и так далее. И им ничего не остаётся, кроме как ехать в Россию или, допустим, в те же самые штаты. Кто до штата не успел доехать, им придётся ехать в Россию, потому что Россия это единственная страна, которая забьёт вот эти вот дипломатические препоны и так далее, не будет их отправлять обратно на Украину на фронт. Вот и всё. А теперь покажите мне, как относятся к людям с паспортами РФ на Украине. Могут ли они свободно приехать на Украину и вот так вот разгуливать где-нибудь, я не знаю, по Майдану, размахивая красным паспортом. Может ли подобное произойти там с гражданами Российской Федерации, как их защищает закон в России, граждан Украины? На этом этот яркий представитель тупиковой ветки эволюции не успокоился, естественно. Фёдору Владимировичу уже пришлось его поправлять, чтобы он поуважительнее отзывался о президенте соседнего государства Владимира Владимировича Путина. С Владимиром Путиным хорошо общайтесь. Ну, наверное, правильно будет Владимир Владимирович Путин, потому что он президент моей страны. Да, я бы сказал Владимир Владимирович Путин. У нас уже, знаете, типичный филиал Украины, у нас маргинализация происходит такими же семимильными шагами, у нас уже считается хорошим тонном оскорблять выходцев из соседнего государства, у нас считается хорошим тонном оскорблять соседнее государство, у нас считается хорошим тонном оскорблять лидеры этого государства. И они думают, что это нормально, они совершают действия, за которые они, естественно, отвечать не будут, но из-за этого, естественно, будет спрос. То есть, с этого на Украине всё и начиналось, когда они исписали всю свою страну ПТН, ПНХ и так далее. А потом они говорят, ой, а почему началась, естественно, война? Какого результата вы добивались, когда вы занимались тем, что пытались дискредитировать президента соседнего государства? Чего вы хотели добиться? И также Фёдору Владимировичу пришлось ещё объяснять базовые вещи в отношении спорта и, в принципе, вообще мировой политики. Как вооружённый конфликт на Украине повлиял на российских спортсменов? Скоро уже Олимпиада у нас. Ну, это, наверное, не вооружённый конфликт на Украине повлиял. А вообще мировое сообщество раскололось, скажем так, большая часть его в данный момент против России. Не потому, что там Украина, а тоже много факторов. Тут то, что мы не пускаем к себе гендерный этот раскол. Понимаете? Что мы не поддерживаем этот гендерный этот извращение вот эти. Но, как вы заметили по-ведущему и по политике Казахстана, радужные ценности в Казахстане прижились очень, даже хорошо недавно. Даже Дэниел Розенблюм, посол США в Казахстане, поздоровал казахстанцев с праздником ЛГБТ. И вот этот вот ведущий, ярчайший представитель радужных приматов задался вопросом, которого, в принципе, стоило ожидать, разумеется, что якобы русские на него напали. Я вам хочу одну вопрос задать, можете не отвечать, просто для меня интересно. Некоторые российские политики говорили, что северная часть Казахстана принадлежит русской земле. В какой-то момент по лицу Фёдора Владимировича Емельяненко я заметил, что он уже реально чуть ли хотел не воткнуть вот этому провокатору и еле сдерживался. Но, тем не менее, он ему ответил крайне тактично. И он ему ответил, знаете, таким образом, что как бы обезьяне он намекнул на него самого, но до него ответ этот не дошёл. Мне ещё, знаете, понравилось, как наши приматы нападают на всех каналах на Россию, потом кричат про какие-то там исторические земли, Астрахань, там типа грозятся захватить Оренбург, и в этом они ничего зазорного в принципе не видят. Замечу, что Оренбург – это первая столица Казахстана, а Астрахань – это исконные земли казахских родов, именно там похоронен великий композитор и музыкант Курмангазы. Тюмень на казахском звучит как тумен, то есть нижняя земля, и это была самой северной частью казахских кочевий, а Алтай – это колыбель всех тюркских народов. Когда они получают симметричный ответ, то тогда сразу у них не начинают возбухать. А когда своему глазу бревна не видишь – типичные провокаторы. Что характерно, недавно посол Казахстана в России Даурен Абаев дал заказное интервью, которое призвано, чтобы ввести в заблуждение руководство Российской Федерации, и он рассказал там, что в Казахстане нет русофобии, и следовательно нацистов тоже нет. И вы сами видите, что Даурен Абаев просто наглым образом солгал. Я говорил, и ещё раз повторюсь, Даурен Абаев – это политтехнолог из пула учеников Марата Тажина. В данном случае он работает над Эрегу Назарбаеву. И интервью, которое он даёт, и его коллеги дают, и так далее, где они рассказывают, что нет никакой русофобии, нацизма, и так далее. Это создано для того, чтобы замылить глаза россиянам, и протянуть время до безвозвратной какой-то терминальной стадии, чтобы потом всё это вылилось в ещё большую войну и ещё большую кровь. И вот этот радужный примат запихал в ролик ещё, по-моему, четыре рекламные интеграции под видом всяких подарков, и так далее, всякого хлама, который Фёдор Емельяненко нахрен не упал, потому что он это просто не сможет даже повести через аэропорт. И он, значит, дарит Фёдору Емельяненко мёд, который делают где? В Барнауле. То есть, в Российской Федерации. Знаете, что он говорит? Это нацист грёбаный, это мы сами делаем. Производством сами занимаемся, вот это Барнауле, это Барнауле, Алтайский край. Что ты сам делаешь, ты можешь столько перепродавать сам и провокациями заниматься, лососкнуть ещё можешь. Там, кстати говоря, под видео были ещё комментарии не в пользу Фёдора Владимировича, там такую дичь писали, называли его ватником, ну просто вообще жесть. И с этим надо что-то делать, срочно, не слушать всяких Дауренов Абаевых сказочников, которые рассказывают, что якобы в Казахстане нет русофобии и так далее, она каждый день развивается, каждый день создают условия. И вот, в принципе, прямое доказательство, что конченые провокаторы есть и, соответственно, найдутся их последователи. И с этим нужно что-то делать срочно, здесь и сейчас. Всем удачи, друзья, и берегите себя.